Издалека доля, течет река вода... Табличка о том, что именно в этом здании в Витебске учился композитор Марк Фрадкин, появилась несколько лет назад. Автор знаменитой «Волги» получал здесь, оказавшийся позже в его биографии невостребованной, профессию инженера. Но сегодня город обсуждает не музыкальное прошлое одного из старинных объектов культурной столицы, а художественное. Под тремя слоями масляной краски обнаружены фрески, которым около 300 лет. Мне подавалось, что я и Николе, и у житей не доведаюсь, что в Витебске заховались 18-я Бараковая стаудия, тем больше таким помненьким, как кляштер, базильян. Это просто было вельми не шикарно, это был мне 500. Через побелку сегодня проступают цветные пятна на всех стенах и потолке. Ученые сделали около 20 так называемых зондажных исследований и везде наткнулись на художественную роспись. Ее видно даже там, где краска просто потрескалась. Месяц назад о находке эксперты говорили осторожно, но сейчас уверены – сенсация не меньше. Уже известны первые выводы – роспись имеет историческую ценность. И в 18 веке здесь трудились профессиональные художники. Башна добро разрубленные фигуры, пролепленные, я кажусь, светотень добро разрублена, вогули и фарбы подобранные. То есть это, ну, разумеется, что это рука профессионала. Авторский роспись. Благодаря маслу фрески как бы законсервировались и поэтому прекрасно сохранились. Какую площадь в итоге занимает роспись, предстоит выяснить. Но это может быть и несколько десятков квадратных метров. Корпус базилианского мужского монастыря на берегу Западной Двины возвели в 18 веке. Потом здание было передано православной епархии. После революции здесь открылось первое в Беларуси среднеспециальное учебное заведение – политехнический техникум. Ну а сейчас, после реконструкции, разместятся начальные классы первой городской гимназии. Неожиданная находка изменила многие планы по реконструкции. В зале, где обнаружили фрески, хотели разместить кухню. Теперь от этого придется отказаться. Фрески, скорее всего, станут музейным объектом, который нужно будет организовать прямо на месте. Пока мы не проведем какую-то расчистку дополнительную, не посмотрим, как у нас сохранены эти рисунки. Ну хотя мы, в принципе, видим их сохранность по существующим зонтажам. Но я думаю, все равно, для дальнейшего поколения эти рисунки останутся или в законсервированном виде, или в расчищенном виде. Они все равно останутся. Опыт раскрытия подобных фресок в Беларуси немалый. В Полоцке, например, для работы над реставрацией стенописи времен Ефросиньи Полоцка был разработан уникальный метод – расслоение красочного слоя. И тогда художники смогли сохранить даже более позднюю роспись храма. В Витебске, кроме стен старого корпуса монастыря, ученые изучают и состав почвы, и сохранность фундамента. В подвале этого здания когда-то было множество тайных ходов. Кто знает, какие еще секреты таит в себе сооружение с 300-летней историей. Олег Шапель, Олег Гуренов. Наши новости.